Сегодня будет очень важная проповедь. Очень важная проповедь. Я понимаю, что некоторые люди могут не согласиться, и, может быть, даже некоторые в интернете будут критиковать, потому что эта проповедь разрушит некоторые наши стереотипы. И я долго молился, думаю, Господи, говорит мне на эту тему, или не говорит мне на эту тему, говорит мне на эту тему, не говорит на эту тему. И уже думал вчера, да не буду говорить, потому что мне Бог дал такую прекрасную одну проповедь, я думал, ее скажу, но тем не менее, вот вчера вечером мне Бог говорит, скажи об этом, независимо от того, кто-то будет согласен или не согласен. И, драгоценно, я скажу вам, да, это разрушит какие-то наши стереотипы, но я просто призываю вас не следовать бездумно за толпой, не следовать бездумно стереотипам, в том числе и христианским стереотипам. Давайте вместе с вами размышлять над Священным Писанием. Вы знаете, где бы я ни находился, мне всегда говорят, Виктор, у вас проповедь, у вас церковь думающих людей. Я думаю, о, Господи, во имя Иисуса да будет так. Вот, я, поэтому, а о нас такое представление, что мы такая церковь думающих, умных, интеллигентных людей, поэтому давайте будем размышлять. Я не прошу верить мне на слово, но, следуя совету апостола, вникай куда? Себя и в учение. То, о чем я буду говорить, соотносите со Священным Писанием, соотносите с вашим духовным личным опытом, чтобы убедиться, точно ли это так. Давайте будем думать. И даже если мы были в плену стереотипов много лет, и даже если христианство находится в плену каких-то стереотипов много столетий, но это же не означает, что это истина. Мы должны все-таки всю нашу веру основывать не на традициях, а на Слове Божьем, на Священном Писании. И сегодня мы поговорим на очень важную тему. И вначале я хочу открыть вместе с вами первое послание Коринфянам, 9 глава. Сегодня я возьму побольше мест Писания. И я верю, Духство покажет нам многое с новой стороны. И знаете, я порой беру перевод не синодальный, а РБО. Почему? Российского библейского общества. Ну потому что иногда мы настолько хорошо уже знаем стихи из Библии, вот как стихотворение. Уже мы автоматически их прокручиваем внутри и даже не вникаем в смысл. А все-таки какие-то новые переводы дают нам свежий взгляд на известные места из Библии. Поэтому я прочитаю по переводу РБО, 1 Коринфянам, 9 глава, где апостол Павел в 19 стихе пишет. «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя, как иудей, чтобы приобрести иудеев, то есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя, как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя, как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых, и становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Вы знаете, со временем драгоценные культура меняется, какие-то мировоззрения меняются. Когда-то люди верили, например, что земля плоская, потом круглая, сейчас некоторые опять верят, что плоская, да, вот все как-то вот меняется. Вот, и иногда мы как-то настаиваем на каких-то вещах, вот, что вот надо так, надо так. Есть вещи не совсем принципиальные. И Павел говорит, я часто использую культуру, я использую традиции людей, я использую, и мы видим в писании, он использовал и лексику людей. Он там писал к язычникам, цитируя античных авторов порой. А мы думаем, это его мысли, а это он просто цитировал, мы уже просто не знаем этих цитат, да. Например, знаменитые слова, которые мы встречаем в послании, все вам позволительно, они все полезны. Но это не, это Павел цитировал, да, то есть он обращался. С иудеями он, наоборот, цитировал больше в тонах книги Ветхого Завета. То есть он говорил, что не так важна форма, я использую форму, которая приемлема для людей. Для чего? Для того, чтобы донести людям содержание благой вести. А мы порой используем многие формы, которые были во времена апостола Павла, хотя сегодня многое меняется, и культура меняется, и форма меняется, но мы настаиваем на древних формах. Сегодня мировоззрение у многих людей иное, и мы должны использовать то мировоззрение, ту культуру, которая сегодня есть в обществе, чтобы донести Евангелие, которое вне культуры, вне времени, оно вечно и пребудет вовек. Правда же? Евангелие благой вести. Благую весть. И вот смотрите дальше, 23 стих. Все я делаю ради радостной вести, ради Евангелия, чтобы и самому стать сопричастным ей. Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы, чтобы получить венок неувядаемый. Мы же не просто что-то делаем, а бы что-то делать. Мы хотим в том, что мы делаем, быть успешными. В нашем служении мы хотим быть успешными. В нашей проповеди мы стремимся достичь как можно больше людей, и это нормально. Потому что спасенные души – это не земной, увядающий лавровый венок, который давали победителям в Греции в то время. Это вечная слава Божья. Дальше. «Так и я бегу», 26 стих, «не бесцельно. И я тоже, как кулачный боец, не колочу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозглашая весть для других, сам не буду допущен к состязанию». И вот тут такой интересный образ кулачного бойца, который колотит воздух впустую. Я говорю, я не кулачный боец. Знаете, есть сегодня немало в интернете роликов, где какие-то там люди, которые называют себя супермастерами, они так вот, знаешь, там вот все это делают. Но потом, когда эти супермастера выходят против настоящих бойцов, недолго они махают своими кулаками. Потому что, когда ты бьешь воздух, ну, ты можешь очень круто бить воздух, но это всего лишь воздух. И я думаю, вот этот образ, когда люди просто сражаются с каким-то воздухом, я даже проповедь сегодняшнюю назвал «не колоти воздух», основываясь на словах апостола Павла. Это как такой знаменитый литературный персонаж Дон Кихот Ламанческий, помните, да, у Сервантеса, который увидел в мельнице великана, и он бросился на нее сражаться с этим великаном полный вот такой, да. Но в итоге он там зацепился за крылья этой мельницы, она его прокрутила и упала, и он упал, и потом какое-то время находился в болезни. То есть, вот знаете, часто мы придумываем себе вот каких-то великанов, мы придумываем себе каких-то врагов и мужественно сражаемся с ними. В итоге толку нет никакого, это всего лишь битье пустое, битье воздуха. А вот ущерб порой бывает, да, и время тратим, и силы тратим, и энергию тратим, и внимание тратим, и в итоге мы упускаем многие важные вещи. Я думаю, что, вы знаете, это очень важно сегодня. Сегодня у нас 30, вчера, точнее, было 31 октября, день реформации. День реформации. Реформаторы, лютеры, другие, они стремились очистить церковь от суеверий, которые вот, как вот эти ракушки на дно лодки, вот, налепились вот за века христианской истории. И уже там непонятно, где Библия, где суеверия. И вот они старались очищать. Но вот когда мы смотрим сегодня на церковь 21 века, немало суеверий, и со времен лютера уже поналипло к нам разных всевозможных суеверий, разных каких-то языческих вещей. И мы думаем, что это такие христианские служения, а это уже какие-то языческие служения. Потому что я понимаю, что 31 числа каждый год, не только у нас день реформации, но еще что празднуется? Праздник Хэллоуин, да? И когда празднуется Хэллоуин, тут же начинается христианская битва с Хэллоуином. Я получаю разные эсэмэски, где говорится, братья и сестры, встанем в проломе против Хэллоуина, возьмем пост, возьмем пост, возьмем молитву, будем молиться против проклятия Хэллоуина. Срочно разошлите всем вашим верующим по молитвенным цепочкам, возьмите пост, Хэллоуин наступает, проклятие наступает. Читаешь эти эсэмэски, уж прям страшно становится. Думаешь, вот, вы знаете, христиане всегда любят друг друга пугать. То концом света пугают, то Хэллоуинами пугают. И натыкался, не знаю, специально, не специально, на разные проповеди, где просто разбивают и показывают, что это чуть ли не исчадие ада, этот праздник, праздник Хэллоуин. Это ужас, и мы должны просто как один встать против Хэллоуина. Я понимаю то, что я сейчас буду говорить, может быть, как говорили, некоторыми воспримется странно. Но давайте будем вместе с вами размышлять на основании Слова Божия, а не как большинство. Я понимаю, проще эти эсэмэски, чем подумать самому. Но давайте вникать вот в себя и в учение. Прежде всего я хочу поговорить вот немножко о самом празднике Хэллоуин. Хэллоуин, впервые само название встречается где-то с 16 века. С 16 века. И оно происходит от шотландского сокращения английской фразы. All Hallows Even, то есть вечер всех святых. В то время так называли ночь перед днем всех святых. День всех святых, 1 ноября. И как бы вот ночь перед этим, это вот вечер всех святых. Идет Хэллоуин, вот сам себе, от одного такого языческого кельтского праздника, который назывался Самайн. Самайн такое страшное название. Самайн. Переводится конец лета. Этот праздник с чем ассоциировался? Ну, это был такой сезонный праздник, сельскохозяйственный праздник, когда уже ощутимо дни короче, а ночи длиннее. Поэтому мы вот и праздновали где-то, Шотландия, Ирландия, Британия, вот там, где вот ночи были черные, долгие и темные. Праздновали, да? И вот как бы всегда считалось, вот это лето, тепло, и сейчас наступает зима, холод. И зима – это сразу же такой символ из сезонов смерти, если весна, пробуждение. Лето – это кульминация жизни, там все растет, цветет, приносят плоды. Зима, снег, такая смерть. Поэтому невольно вспоминали об умерших предках. До сих пор вот в Шотландии на Хилл-Ин рассказывают там все эти легенды о своих предках, да? Ну, конечно, предки, умершие, смерть. И, естественно, все вот эти вещи – смерть. Лето закончилось, сейчас зима, сейчас холод. Ну, неприятно же это, да? Вот эти все ужасы, там, темнота, ночью что-то может показаться. И вот возникли разные какие-то вот эти, бывают, обряды. Потому что, знаешь, знаете, как вот, я не боюсь ужасов, я сам ужасный. Я не хочу никого пугаться, я сам сейчас напугаю, и никто меня не одолеет. Вот, то есть, как бы, они играли. Это древняя такая традиция народная – смехом побеждать то, чего ты боишься. Изобразите себя какого-то чудовища, кто-то изображает смерть. Как бы высмеять смерть. Почему? Да потому что, вот, Писание говорит, что люди были в рабстве от страха смерти. А что там такое, да? Эти мысли, они порой пугают. Вот, играть в смерть, как бы, посмеяться, ну, хоть как-то победить этот страх. Мы знаем, что в Евангелии показано, Иисус победил смерть. Смертью и смерть поправо. Ну, у этих языческих народов, ну, вот, как-то вот такими забавами, вот это. И когда пришли миссионеры в эти языческие страны, то они не стали бороться с этим праздником, а они решили, как бы, его охристианить, переделать его в христианский. И так, примерно где-то к восьмому веку, Самайин стал Хэллоуином, сокращенным, вечер всех святых. И в шестнадцатом веке уже сложилась такая традиция, когда ночью 31-го числа люди ходят, и дети, и взрослые, одев такие матерчатые разные маски, вот, ходят от двери к двери, и там так как-то, ну, мило шутят, выпрашивают всевозможные угощения. Фонарик точно так же. Ну, опять-таки, видите, фонарик из тыквы, да, вот так называемый светильник Джека, да, вот, видите, вот эти фонарики, светильники Джека. Полая тыква, где все внутри вырезано, и такая какая-то зловещая гримаса, а внутри свеча. Считалось, что как бы в день всех святых этот фонарик Джека отгоняет нечисть. Ну, это как бы пугало, но для тьмы, не для птиц, для птиц, для тьмы. Потом уже там это все развивалось, там уже появился вот этот фонарик, такой языческий, он уже как бы стал фонариком Джека, и появилась легенда о Джеке, которого не взяли ни в рай, ни в ад, вот, и... Ну, это все уже возникло позже. Где-то уже к концу 19 века, к началу 20 века возникла традиция одевать костюмы монстров, какой-то чистой силы, смерти, типа, я тебя не боюсь, я сам страшный. Я не боюсь смерти, я сам смерть. Я не боюсь монстров, я сам ужасен, ужасен и страшный. Вот. И вот, в принципе, и все. Вот и все. Языческий праздник переделали в христианский. Удачно. Я бы не сказал, что удачно. Честно вам скажу. Неудачно. Мне не всегда нравится ее. Скажем так, практически никогда не нравится, когда пытаются переделывать праздники. Ну, мы знаем, как пытались помнить какие-то советские, сделать в российские праздники. Ну, тоже неудачно бывают. Вот какие-то. Вот. Ну, неудачно. Но строить из этого какой-то ужас, какое-то проклятие, какой-то кошмар, словно все силы ада в эту ночь выходят, это глупо и безосновательно. Мы в семье никакого Хеллоуина никогда не праздновали, праздновать не собираемся. Но сражаться с ним мы тоже никогда не сражались и сражаться не собираемся. Не собираемся мы с этим сражаться. Потому что сражаться с Хеллоуином это бить по пустоте. Это воевать с ветряными мельницами. Кто-то скажет, Виктор, ну некоторые церкви к этому Хеллоуину очень негативно относятся. Ну, я знаю. Да. Некоторые церкви вообще к театру, к маскам, к передаваниям негативно относятся. Долгое время даже у нас в стране актеров их и до кладбищах-то не хоронили, а за ограды. Он же актер. У него души нет. Он все время в маске ходит. И к театру относились негативно, и к кино относились негативно. И один сказал, Пастор, но ведь там некоторые одевают на этот праздник рожки, как у дьявола. Я плохо знаю Библию. Я читал ее 30 лет, но не все еще хорошо выучил. Может быть, кто-то из вас знает, где в Библии показано, что дьявол с рогами. Вот покажите мне такое место в Писании. Я его не знаю просто. С чего мы решили, что дьявол с рогами. Я более того скажу вам. Знаете, я вам хочу показать одно изображение 11 века, преображение Господня. Пожалуйста, смотрите, преображение Господня. Помните, Иисус на горе преобразился. Вот Иисус. А к Нему пришли с одной стороны, видите, Илья, а с другой стороны Моисей. И обратите внимание, во лбу у Моисея рог торчит. Интересно? Я еще покажу вам одну миниатюрку. Она уже 15 века, где изображается суд. Посмотрите, суд под предводительством царя Соломона. Видите, царь Соломон. И адвокат, Моисей, он в центре, а прокурор без... Видите, и Моисей с рожками, и бес с рожками. Обратили внимание? Вот это чудеса. Ну и, конечно, я думаю, наиболее знаменитое изображение Моисея, это... Причем, знаете, вот я хочу заметить еще, да, что именно где-то примерно в 16 веке как раз и появилась такая традиция, не только там Моисей, дьявола, бесов тоже рисовать с рожками. Где-то вот в 16 веке такая традиция и появилась. Вот. Ну и самая, наверное, знаменитая статуя Микеланджело, как Моисей, да? Знаменитая статуя. Обратите внимание, на голове у этой статуи, если кто-то из вас был в Италии, ходил на экскурсии, изображены рожки, рожки. Возникает вопрос, за что же так не любили христиане прошлых веков Моисея, что рисовали его изображали его, лепили его с рожками. Тут все дело в том, что вообще вот с рожками, потому что в действительности изображений Моисея, особенно в средних веках, с рожками тысячи. Я просто некоторые только привел. Тысячи этих изображений. Просто когда в Библии говорится, когда Моисей сходил с горы Синая, помните, написано, лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Но интересно, когда Иероним переводил Библию на латинский язык, на знаменитый перевод вульгатта, там сказано, что Моисей не знал, у нас написано, что лицо его стало сиять, а там написано, Моисей не знал, что лицо его стало рогатым. И вот из этого перевода, что лицо его стало рогатым, и пошли все эти изображения. Ну, конечно, прежде всего католической церкви. Все дело в том, что еврейское слово карнайм имеет разные значения. Разные значения. Его можно перевести в том числе как рога и как лучи. Как рога и как лучи. Не то, что Иероним был какой-то неуч, он был очень образованный человек. Но почему Иероним выбрал не лучи, а выбрал рога? Да потому что он не в 20-м и не в 21-м веке жил, он жил в то время, когда не было вот этой ассоциации рогатого дьявола, да? Потому что драгоценное. Он видел в Библии рог – это символ Божьей силы. В Библии же рог – это символ Божьей силы. Вот, например, откроем первую книгу царств, 2-я глава, 10-й стих. Есть много мест, я просто лишь одно покажу. Первая царь, 2-я глава, 10-й стих. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них Господь, будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Рог помазанника своего. И есть разные места, где говорится, что Бог благословит. То есть, рог – символ власти, силы. Ну, и Иероним подумал, а почему нет? И сделал такой оригинальный перевод. Конечно, мне кажется, в Уче это намного верный перевод, но вот так вот, что написал, то написал, как говорится, да? Что написал, то написал. И вот это есть. И поэтому в Средневековье есть изображение и Моисея с рожками, и даже есть изображение с рогами, хотя вроде бы там нет этого в Библии, ну, как бы по аналогии с Моисеем, и Ноя иногда изображали, и Авраама, ну, намного реже. И что интересно, день реформации все-таки. Я вам покажу гравюру 16 века, где изображен Мартин Лютер. Вот интересно, это католический проповедник, его так нарисовал Иоанн Нас. Почему? Потому что протестанты сравнивали Лютера с Моисеем. Говорят, что как Моисей, так и Лютер в истории церкви пришел, чтобы вывести народ Божий из Египта, из язычества, вот так вот. И Иоанн Нас говорил, а, ну, хорошо, тогда, если он как Моисей, ну, пускай будет. Вот гравюра 16 века с днем реформации драгоценная. И поэтому, знаете, все Писание нам показывает это, да, то есть, давайте основываться на Слове Божьем. Ну, нет, ну, не рогатый он. Почему рисовали с рогами всяких бесов? Ну, типа, у них есть власть какая-то, типа, у них есть сила какая-то. Ну, нету в Библии изображений ни сатаны с рогами, ни каких-то демонов рогатых, да. И поэтому, когда люди в это верят, вот черти с рогами, мы должны понимать, хотя вроде черти с рогами, это как бы уже стереотип представителя царства сатаны, и мы уже думаем, ну, это из Писания. Ну, нет этого в Писании. Или вы верите в это? Кто верит в черти, в Бабу-Ягу, в Кикимору, в Леших? Верите? Если мы оденем страшную рожицу, то мы превратимся в беса, да? Библия же в этом учит или нет? Не учит. А если ты оденешь рожки, сатаной станешь. Опасно, брат, заигрывать. Я считаю, что это глупая игра. Глупая игра. Не менее глупая, чем давать детям игручные пистолетики. Это же орудие убийства, по идее, а? Ну, ничего, пистолетик можно, но рожки? Не-не-не. Почему? Это глупая игра, бесполезная игра. Даже в чем-то, может быть, вредная игра. Но и верить, что в этот какой-то силопроклятие будет действовать. Так мы тогда язычники, а не христиане. Потому что христианство-то, оно учит другому. Смотрите, 1 Коринфянам, 8 глава, почитаем, с 4 стиха. Я тоже, чтобы как бы освежить наш взгляд на эти стихи, прочитаю по современному переводу российского библейского общества. Итак, о жертвенной пище для языческих богов. Давайте поговорим о самом страшном, о языческих богах. Давайте поговорим, что же, какое проклятие приходит от этих языческих богов, этих праздников ужасных. Мы знаем, что идол в мире ничто не значит. И что нет никакого иного бога, кроме одного. Ну, как все на дальнем переводе. Как сказано, идол в мире. Ничто. Это ничто. Это сила тьмы. Там действуют эти всевозможные бедцы. Там демоны действуют. Там ад приходит. Это ничто. Да, это глупо. Это выдумка. Это сказки. Но это ничто. Потому что нет никаких черных богов, маленьких злых башков и боженят с рожками. Есть только один бог. Потому что мы верим, как христиане, надеюсь, мы христиане, в одного бога. Мы верим с вами в одного бога. И, продолжает апостол Павел, даже если есть так называемые боги на небе ли, на земле ли, а таких, кого называют богом, много. И таких, кого называют господами, много. Да, много. А вот этот бог тьмы, бог там еще проклятия, там еще какой-то башки всевозможные. Павел говорит, да, таких много. Кого так называют и кому какие-то придают эти чудодейственные силы. Но для нас лишь один бог, отец, из которого все возникло и для которого мы живем. И один Господь Иисус Христос, благодаря которому все возникло и благодаря которому мы живем. Там же, там же, Виктор, там же колдуют, там же они собираются, колдуют. Подождите, подождите. Где в Библии хотя бы один пример, чтобы народ Божий собрался и молился против ведьм и колдунов? А? Где хотя бы один пример? Более того, когда какие-то проблемы приходили, Бог всегда через пророков обращал внимание людей, народ Божий на собственное сердце и на собственные проблемы. А вот это вот и есть языческое представление. Белая магия борется с черной магией. Давайте поможем белой магии, иначе черная магия побеждает. Давайте. Мы сейчас все это заменили. Божья и дьявольская. И вот такая борьба какая-то происходит. Даже, знаете, вот этот пример на горе кормила Илья. Он что говорил? Сейчас возьмем пост, народ Божий, будем молиться против служителей Ваала. Ага, возьмем. Да он там смеялся, он говорил, ну давайте, давайте продолжайте, а мы колдуем нашему Ваалу. Ага, может он там в туалет ушел. Помните, ну это дословный перевод там. Он смеялся над ними, потому что это ничто. Ноль. Ничто это. И он не стал с ними бороться, он не стал сражаться с ними, он не стал связывать их силы, потому что он не Дон Кихот, чтобы воевать с мельницами. Он понимал, хочет, чтобы люди к Богу обернулись. Да призывай Бога, чтобы его слава была, чтобы его чудеса были. Не нужно там, как я часто люблю повторять, не нужно тьму из комнаты выгонять. В свет включи, автоматически тьма уйдет. вот что делал на горе Кормил Илья. А люди играют в колдунов, люди играют в магах. Я вам скажу, участвовать в этом не надо. Это, конечно, глупо, и в Хэллоуине участвовать не надо. Но когда мы боремся с этим, вы что, правду думаете, вы с чем-то серьезным боретесь, а? Да, ну это они ходят, тыкму раскрашивают, рожики все эти делают, ну смешно. Ну это такой праздник, он популярный, да потому что, знаете, вот люди так устают от политики, им нужны какие-то праздники, вот чтобы были не политические. В Советском Союзе, кто помнит, какой у нас был любимый праздник, а? Новый год, потому что это был чуть ли не единственный не политический праздник. Мы, конечно, любили и 23 февраля, и 8 марта, но, как вы думаете, мы это с политикой связывали? Это день международных женщин, мы помним труд Клары Цеткин и Розы Лексимбург. У нас это был день девочек и день мальчиков. Или не так? Да так и было. День девочек и день мальчиков. Потому что очень много каких-то навязанных государственных, политических, правильно выверенных праздников. Люди хотят каких-то вот таких, просто повеселиться, вот просто вот. Вот тут колядки бывают, вот Хэллоуин тут пришел. Я еще раз говорю, мы в этом не участвуем, глупо в этом участвовать. Но верить в приметы, верить, это же суеверие. Или вы думаете на самом деле, что сова это птица бабы-яги? А кто верит, что черная кошка к несчастью? И только нужно перекреститься три раза, прочитать несколько раз «Отче наш», и только тогда можно идти. оздороваться через порог к расставанию. У меня друг есть любимый, он никогда со мной не... Ой, Виктор, зайди, или я выйду. Но никак, никак. Я, конечно, ну, переступаю порог. И вот на дорожку посидеть, я помню, мою бабушку любил. Вот это полезно. Сел, вспомнил, все ли я взял, паспорт ли я взял, билеты. Вот это хорошая традиция была. Поймите, мы обликаем суеверие в христианскую форму и боремся с тьмой. Мы придумываем себе врагов, как Дон Кихот придумал великанов в виде вельдец. И берем копье и мужественно сражаемся. А давайте, Хэллоуин наступает просто уже. Я не случайно, помните, еще в прошлом году обратил ваше внимание на документальный фильм. Кто-то не смотрел, посмотрите. Это три фильма нашего журналиста Бориса Соболева, «Идущие к черту» называется. И там он взял и исследовал всех самых знаменитых экстрасенсов, колдунов, парапсихологов, которые во всех этих участвуют, не только что, а побеждают в битве экстрасенсов, в битве гадателей. Все выигрывают, все побеждают. И он сделал о них передачу, он сделал проверки. И он говорит, и я убедился, что не то, что мало чудесного, вообще нет. Когда я об этом говорил, я заметил, что некоторым верящим это не понравилось, потому что мы как будто сами заинтересованы, чтобы реальное проклятие было у экстрасенсов и колдунов и ведьм разных. Потому что иначе от чего мы их всех будем освобождать? Чего же мы с них снимать будем? А есть целые целители, которые освобождают от проклятий, снимают эти всевозможные чары тьмы. А если чары тьмы нет, чем они занимаются? Тем и занимаются. В конце октября умер Джеймс Рэнди. Ему было 92 года. Джеймс Рэнди, известный фокусник, который начал в 17 лет выступать как иллюзионист. И Джеймс Рэнди рассказывает, когда он начал выступать как фокусник, иллюзионист в 17 лет, он заметил, как многие трюки, некоторые, просто фокусы, выдавали за чудеса. И где-то с 70-х годов прошлого века Рэнди стал публично разоблачать параномормальные явления, чудеса, экстрасенсорные способности. Тогда был очень популярен израильский экстрасенс Ури Гевер. И он там, его даже проверяли учебы, и у него есть способности. Тогда Джеймс Рэнди сказал, да ученые, они наивные, я как фокусник понимаю, как он это делает. И он пришел в студию, где должен был выступать Ури Геллер, и сказал, нужно сделать вот так, 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 и так, и так. И когда, и убежал, спрятался. И когда в студии журналисты все сделали, у Ури Геллера ничего не получилось. И он стал его везде публично разоблачать, и даже Ури Геллер пытался на него в суд подать. Ну, он понимает же, не за что подавать там. И вот поэтому Джеймс Рэнди, он создал в 90-е годы целый фонд. С одной стороны, этот фонд как бы помогал, давал финансы молодым, начинающим ученым, студентам, которые проводили научную работу. А с другой стороны, этот фонд занимался проверкой сообщений о разных сверхъестественных паранормальных явлениях. И гарантировал любому человеку, кто в условиях научного эксперимента покажет что-то сверхъестественное и паранормальное, необычное, миллион долларов. Как вы думаете, сколько людей уехало с миллионом? И что интересно, Джеймс Рэнди привлекал и призывал наиболее самых известных экстрасенсов и колбасов. Он и в Россию приезжал даже тут, когда у нас тут объявлялись такие Ниналь Кулагины и прочие двигатели катушек с нитками и чашечек. Но они отказывались и не приезжали. Потому что говорится, ну, знаете, может быть, там в битве экстрасенсов там все и срежиссировано, там все и сделано с подсказками, но есть же настоящие, они просто туда не ездят. Так вот, Ури Гель, извините, Джеймс Рэнди призывал всех настоящих. Давайте приезжайте, вот миллион долларов, кому не надо? Да еще и реклама какая будет. В США есть очень знаменитый экстрасенс Сильвия Браун, ну, типа нашего Кашпировского в 80-е годы. И она как-то заявила публично, что легко сможет получить миллион и пройти тест. Джеймс Рэнди сказал, хорошо, приезжайте. Не приехала. Сказала, адреса не знаю. Джеймс Рэнди говорит, интересный экстрасенс, даже адреса не может узнать. Интересно, что в мире существует около 20 таких премий. Даже в России есть премия Гарри Гудини, которая, ну, тут у нас, конечно, пониже уровень, не миллион долларов, миллион рублей. К каждому, кто проявит сверхъестественные какие-то вещи. В условиях научного эксперимента пред наблюдением комиссии ученых миллион рублей. Пока тоже никто не получил. жалко, что колдовство не работает, а? Да. Возникает вопрос, пастор, 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 подожди, ну, окей, колдовство там нету. А христианство, как же? А чудеса в христианстве, как же тут-то, тут-то, как же, как же тут-то, тут же как-то? Вы знаете, я верю в исцеление, но я вам хочу сказать со всей авторитетностью, имея 30-летний опыт пасторского служения, это не спрогнозировать и никогда не поставить на поток. Из этого никогда не сделать конвейер чудес. Никогда. И всякие служители или церкви, заявляющие, что у них особое проявление чудес, это обычная манипуляция. О, Виктор, ну ей же дары духа, ей же дары духа. Первая Коринфянам, 12 глава. Ракоценные, давайте откроем Первая Коринфянам, 12 главу. Давайте откроем все вместе и прочитаем, что же здесь написано. Я понимаю, что некоторые из вас уйдут разочарованные, что колдунов, колдунство не работает, проклятие не действует. Ну уж, огорчу я вас этим. Первая Коринфянам, 12 глава, 4 стих, по синодальному переводу, чтобы прям не отвлекаться на другие современные такие переводики. Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Обращаю ваше внимание, не кое-что, в кое-ктом, в кое-кем, для кое-кого. Все для всех. Дальше. Но каждому дается проявление, обратите ваше внимание, проявление духа на пользу. Каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера тем же духа, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вы знаете, я специально изучал этот стих по греческому тексту, потому что даже в современных переводах есть вот этот стереотип. Вот посмотрите, драгоценные, Бог производит все во всех, а не в ком-то особенном. Вот, вот по современному переводу, 1 Коринфянам 12.6, есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог. То есть мы придумали себе, что есть какие-то особенные люди, которых не наделены особенными сверхъестественными способностями. И мы думаем, что это местописание об этом говорит, а это местописание говорит о другом. Нет таких людей драгоценных. Есть Бог, который делает такие проявления во всех людях. Что же Он делает? Одному дается слово мудрости, другому слово знания. То есть в какой-то ситуации вдруг тебе что-то открывается. Это не значит, что теперь у тебя есть слово знания. Ты ходишь и всем говоришь, что нужно им знать. Или всем даешь им мудрости. Кому-то открылась мудрость, кому-то дается знание. Причем не факт, что в другой ситуации тебе точно так же дастся. У меня недавно была такая вещь в жизни. Я утром вдруг внезапно получил слово знания. Я понял, в чем тайна гибели группы Дятлова. Правда. Я этой загадкой интересовался с 80-х годов. Скажешь, Виктор, почему? Да вот не знаю. Вот никакие меня тайны там вот эти скульптуры на острове Пасхи меня не интересовали. А вот почему-то гуру Подятлова интересовалась. Утром занимался и мне Бог открыл это. Я тут же причем этой версии нет среди главных гипотез. Нет. Я не думал, что это я единственный, кто это знает. Но их вообще среди обсуждаемых нет. И я поделился со своей супругой на день свадьбы ей же сказал. И она сказала, это самое правдоподобное, что может быть. Правда же? Да. Я если мы пойдем на перевал Дятлова, я вам тоже открою. Поэтому не подходите ко мне, не скажу. Бог мне открыл. А про остров Пасхи знаешь? Нет. А как же слово знание? Вот дается. Бог производит все во всех. Открывает и открывает. Кому-то из вас он это открывает. Кому-то дает вдруг мудрость в какой-то ситуации жизненной. Открыл тебе слово. Знаете, слово это фрагмент. фрагмент. Он дает тебе фрагмент мудрости. Фрагмент знания какой-то. В какой-то ситуации. Но это не значит, что ты должен всегда теперь у меня есть слово мудрости. Кто тут дурачок подходи? Скажу. Так начинаются всякие манипуляции. Дальше смотрите. Дальше смотрите. иному вера тем же духом. Бывает на какой-то ситуации, когда ты опустошен раз, и Бог дал тебе веру. Это не значит, что теперь все время ты будешь как Чапаев на коне. Человек дерзновения и веры. Но бывает, у нас как-то было, по-моему, в прошлое собрание, кто-то подошел и говорит, пастор говорит, у меня такое было во время проповеди вдруг почувствовало, как будто я спускалась месяцами вниз, а тут я как будто пошла вверх. Такая а мне почему не дал? Он дает вот только как он понимает. Мы думаем, что это люди наделенные способности. Один веру всем дает, другой мудрость, третий вот, что-то он еще дает. А, исцеление, исцеление, да, вот смотрим. К иному дары исцелений, драгоценные, в греческом это прежде всего означало целительное средство, лекарство это слово. Да, дает исцеление, Бог дает исцеление. Раз, кому-то дал, кому-то дал. Это не то, что кому-то он дал исцелять. Потому что как мы хотим быть посредниками между Богом и людьми. Он дает просто это. Кому-то дал подарок. Драгоценность, кто-то получил подарок, означает ли, что теперь этот подарок, он должен все время от тобой быть получаемый? Нет. Иногда подарок можно повторить, но не всегда. У меня сыну так нравится подарок. Он говорит, пап, ты же мне подарил подарок, вот я что-то... Я говорю, сынок, у тебя был день рождения. Говорит, я хочу и сейчас тоже. Говорит, подожди годик. А мы хотим, знаете, взять патент. У этого патент на мудрость, у этого патент на веру, а этот у нас целитель. Поэтому все эти разоблачения у этих исцеляющих евангелистов, да нет таких людей драгоценных. Есть Бог, который исцеляет, но это не спрогнозировать, это не поставить на поток, это никаким образом из этого не сделать конвейер, понимаете? С чего мы решили здесь об особых людях? Здесь об особом Боге, который действует в народе. Да, иному чудотворение, дословно чудотворение, действия сил, иному пророчество, не то, что он теперь ходит и всем пророчит тут, а как бы пришло тебе пророчество. Иногда хочется в другой ситуации тоже пророчество, а бывает нет, понимаете? Оно дается кому-то, от Бога, потому что он дает проявление Духа на пользу. иному развлечения духов. Развлечения Духа, когда ты вдруг начинаешь чувствовать. Вот, нет, моя младшая дочь, недавно мы были в такой ситуации, и вот, и я видел ее одноклассника, одноклассника, несколько, ну, буквально несколько минут. А потом мы были, я говорю, знаешь, дочь, вот этот человек, вот он такой, такой и такой. Она мне сегодня, сколько времени уже прошло, Диана? Потому что Диана была при этом. Год где-то, да? Она мне говорит, папа, откуда ты все это знал? Нет. Я сказал про него все вот эти вещи. А про него скажи, а вот про Женю скажи, да не знаю я. Мне вот оно дается, ну как же, у тебя же есть этот дар, нет, мне Бог это открыл, а в другой ситуации не открывает. Потому что он это дает, когда он хочет. И он это дает не кому-то, пастору, или там служителям, но меньше. А если иностранный проповедник, то он вообще приходит. Он проповедует плохо, но зато чудесно. Очень много. Он дает это как проявление всем. И через любого может это дать. Через любого, вы понимаете? Это его дары. И он проявляет это. А кто-то хочет взять патент на это. Через меня и больше никак. И авторские права. Проявление сил. Вот бывает проявление сил, когда какая-то ситуация раз разрулила. Я бы хотел, чтобы у меня эти проявления сил были. Вот когда хотел бы, тогда их и проявлял. А вот бывает, вот тут хочу проявляет, а тут хочу и не проявляется. Так или нет, а? Любовь, такое какое-то естественное вдохновение приходит. К иному разной языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух. Понимаете? Один и тот же дух. Это не каким-то верующим даются с особой способностью совершать чудеса, исцеление, а им дается духом какой-то дар. А в другой ситуации другому дар. А в третьей, третьему. Конечно, иногда это может и повториться, но не обязательно нет конвейера исцелений, нет таких служителей и нет таких церквей, хотя мы и бегаем и ищем порой. Возникает вопрос, пастор, а почему тогда некоторые себя такими называют, такими делают? Это очень просто. Знаете, бывает иногда такое ожидание людей, вот супруга моя знает, я очень люблю новогодние праздники, очень люблю новогодние, рождественские, это у меня любимое время, там выходные, снежок, обычно мороз и солнце, день чудесный, радостно. Особенно после нашей веселенькой осени, депрессивненькой. Я люблю эти праздники, но в этот Новый год, в новогодние выходные я был весь с ней свой, ходил и говорю, у меня нету радости, у меня странное предчувствие, что за год? Это високосный год, много будет смертей. Яна говорит, каждые 4 года много смертей, это же високосный год, каждые 4 года. Я говорю, да не знаю, как-то вот в этой ситуации, вот в этой ситуации как-то это. Сейчас, медиана говорит, мы с тобой боимся разговаривать, ты что говоришь, то сбывается. Иногда говорит, пастор говорит, они не говорили, конечно, пастор говорит, говорит, Витя, а ты что тут чувствуешь? Понимаешь, вот если я что-то сказал, и так произошло, на меня начинают тут же смотреть и ожидать, что я сейчас буду по всем ситуациям все говорить и все будет происходить. А я тогда знал, а сейчас не знаю. Понимаете? Но я чувствую, я уже должен теперь как-то вот все предсказывать. Я не собирался это делать, у меня было такое ощущение, оно у меня не всегда, вот тогда оно было просто, но я как будто уже в семье своей чувствую ответственность говорит все, как сбудется. Понимаете? Точно так же и бывает, какой-то служитель помолится, Бог совершает невероятные вещи, и потом все ожидают от Него, что теперь Он должен все время всех исцелять. Ну, и Он, как умеет, это и делает. Так и делает. Я понимаю, возникает вопрос, Виктор, ну, что, получается, тьма не входит, что ли, через то, что люди одевают страшные костюмчики и поют страшные хилувиновские песенки? Это что, не действует проклятие? А дети, когда, что там, он одевает там, с трезубцем, это что, он теперь не проклинает на веки вечные свою судьбу? А как же тогда входит тьма? Что, тьмы, что ли, нет? Есть. Тьма, она реально драгоценная. Я не говорю, что тьмы нет. Я говорю, что не нужно с мельницами сражаться. Потому что, вот еще в военном деле такое было, когда всегда армию пытались отвлечь, давали каких-то, знаете, войска, такое, слабенькое, и они набрасывались на это войско. А в это время основные силы, они были в засаде. И когда уже у армии уходили силы, тогда основные враги и нападали, и разбивали. Так вот, нас специально отвлекают от настоящих врагов, псевдо-врагами, хеллоинами, трезубцами, рожками. И мы тут встанем в цепочки молитвенные, победим хеллоин. Давай, 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 побеждай. Так же важно это. Они там ходят конфетки выпрашивают, что-то нюги. А какие же драгоценные основные, основная тьма, как тьма приходит? А я очень, а очень просто, дорогие, только мы этого видеть не хотим с вами. Через алкоголизм отца входит в до детей проклятия. Через истерии и постоянную ругань неуравновешенные матери входит. Через лицемерие учителей и преподавателей в школе входит тьма. Через ложь, с которыми выросшие дети сталкиваются во взрослом мире и лицемерием. Вот через это входит тьма. Через насилие физическое входит тьма. Через психологическое насилие входит тьма. Через ложь в средствах массовой информации входит тьма. Вот она, ложь. И за этим стоит отец лжи. Вот где тьма. Вот где проклятие. Когда у нас после 40 лет трудно найти непьющего мужчину. Вот где проклятие. Дети вырастают в семьях, они боятся родителей. Вот где проклятие. И это не раз в год, 31 октября. Это изо дня в день. Изо дня в день. У них души исковерканные, психика исковерканная. А мы боремся тут с хилуинами с вами. Многие выступают против этих хилуинских одежд. Вот это страшно. Именно о настоящих врагах пишет апостол Павел нам. Давайте откроем. Причем он опять-таки использует терминологию того времени. Потому что я знаю, некоторые скажут, Виктор, ну как же, вот колдовство же написано. Давайте посмотрим про колдовство у Павла. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Галатам, пятая глава. Я прочитаю, знаете, с 15 стиха прочитаю. С 15 стиха. Опять по современному переводу российского библейского общества. А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Вот где тьма. Не в хилуинах. А когда церкви рвут друг друга на части, когда конфессии проклинают друг друга, когда верующие ненавидят друг друга, сражаются друг с другом постоянно. Вот где тьма. Поэтому я говорю вам, живите, как велит дух. И тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы. Вот где тьма. Но нам не хочется в себе, в своей плотской природе ничего видеть. Нам лучше вот кто-то другой. Вот это вот в древнем кельтском празднике тьма. Вот она где. В шотландских традициях тьма. В ирландских эмигрантах тьма. В тыкве с рожей тьма. Ах, только не во мне, только не в моей плоти. Я бедная жертва страдающая. Я не хотел бы так делать, но на меня влияет тыква, извините. Хотел бы не пить, но тыква. Да в твоей плоти тьма живет. Вот она где живет. 17 стих. То, чего хочет наша природа, наша, вот эта плотская, греховная природа, противоположна духу. А то, чего хочет дух, противоположна плоти. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Интересно, знаете, вот, среди этих дел плоти, да? Что мы читаем, да? Вот к колдовству сейчас придем, специально открыл. Дела плотской природы, 19 стих. Дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность. Нет никакого духа блуда, как мы думаем. Дух блуда или дух Езавели. Вот мы все придумаем, да? Сейчас после этого рисунка можно дух Мартина Лютера придумать. Рогатый. В нас это живет. Внутри. Внутри. Не из Хеллоуина приходит, а из твоих плотских страстей. Вот с собой надо работать. А то мы истерим, бегаем, недовольны, все гневные. Все нервничают. Мы сами нервные. Но при этом враги, это вот. Вон, хеллоуинская процессия пошла. Разврат, грязь, распущенность. Смотрите, специально к этому. Идолопоклонство, колдовство. Идолопоклонство, поклонение вещам, людям. Помните заповедь? Не сотвори себе кумира. Не сотвори себе кумира. И заметьте, это не дело дьявола и бесов и демонов. Это дело нашей плоти. Идолопоклонство. Это когда мы чему-то поклоняемся. Вот изнутри оно идет. Вот из плоти-то нашей, не из хеллоуина и не из языческих традиций даже. Оставьте вы их. Не надо в них участвовать. Бороться с ним какой смысл? Внутри мы. Мы идолопоклонники. Да, у нас, может быть, нет там каких-то идолов языческих дома, башков каких-то. У нас куча есть идолов. Мамона. Богатство, карьера, успех. Проповедники некоторые. Идолы. Посредники настоящие. Колдовство. Очень интересное слово колдовство. Греческое слово фармакея. Отсюда фармакология на самом деле, да? То есть дословно это означает зелье, снадобье, волшебное питье. Волшебное питье. То есть, ну, были такие вот, вот, выпей там корень, набрось. Я не говорю, что нам не нужны лекарства. Не поймите меня неправильно. Но мы верим в Бога, а не в лекарства. Но колдовство, оно имеет источник не в тьме дьявольской, не в бесах, не в демонах, не в ведьмах, не в бабе-яге и не в кике мореболотной. В нашей плоти. Вот нам хочется, чтобы часто, знаете, вот, как я хочу наколдовать. Чу-чу-чу-чу-чу. Ну, мы это называем часто молитвами. Разве молитва не может быть колдовством? По Божьему велению, по моему хотению. Колдовство в плоти нашей живет, внутри нас. Вот мы манипулируем друг друга, пытаемся воздействовать, чтобы все как мы были, под нас подделывались. Вот оно, колдовство изнутри, оно идет. И это все перечислено наряду с враждой, с раздорами, с гневом. Да? Смотрите. Идолопоклонство, колдовство. Дальше, 20 стих читаю. Вражда, раздор, ревность, гнев, свои корыстия, распри, расколы, зависть, попойки, оргии и тому подобное. Предупреждаю вас. Раньше, я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследие в Царстве Бога. Это ты так поступаешь. На меня влияют. Выключи телевизор. Это главное демоническое влияние. А во всем остальном это ты решаешь. И не списывай все. Вы поймите, это инфантилизм. Что такое инфантилизм? Почему люди могут дожить до 40-50 лет и быть инфантами, детьми? Потому что инфантилизм это не годы. Инфантилизм это отказ взять на себя ответственность за свою собственную жизнь. Мы не хотим взять ответственность. Вот, ты виноват. Я поступил. Сатана попутал. Дух блуда попутал. Дух Езавели попутал. А я такой бедный, несчастный, добрый и хороший. Я не знаю. Освободите меня от них. От этих всех духов. И вот они ходят и освобождаются, и освобождаются, и освобождаются. Освобождаются и становятся зависимыми от освобождений. И абсолютно убеждены, что это все взято из Библии. Абсолютно убеждены. А потом удивляемся. А почему самые главные шарлатаны и разоблачения среди разных чудесных служений? Случайно ли? Да потому что это все не библейское. Мы часто сами создаем себе кумиров. И всех этих удивительных людей. Чудо-женщины, чудо-мужчин. Поэтому драгоценные. Вот в нас. И Павел говорит, я предупреждаю вас. Он не говорит, предупреждаю вас, молитесь друг за друга, снимайте проклятия, колдовства, вражды. Потому что вы-то добрые и хорошие, но духи вражды, духи колдовства, духи разврата вас вот так вот плохими вас делают. Нет, работай над своим характером, побеждай плоть. Как? Дух разжигай, Бога люби, людей люби. А, это неинтересно. Я лучше буду по собраниям чудес ходить. Ну и ходи. И ходи. И изображай все это. Дон Кихот 21 века. 24 стих. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, распяли на кресте свою плотскую природу. Вместе с ее страстями и желаниями. Вот рецепт от апостола. Не от современных апостолов 21 века, которые только что-то к ним говорят. А от апостола Павла. Если ты Христов, распинай свою плоть. Ну так распините меня. Ну да, давай. Ты сам. Давай-давай, распинай свою плоть. Ежедневно. Потому что бывает, наши расы, мы такие чувствуем уже какая-то злоба. Ему что-то такое. Как побеждай это все. Я не могу. Можешь. Бог не дает испытаний сверхсил. Бог не дает искушений сверхсил. Мы просто не хотим. Мы не хотим. Нам намного проще уже больным прийти в больницу, да, чтобы... Дайте нам чудо-лекарства. Чем заниматься укреплением иммунной системы. Чем закаливать свой организм. Это же изо дня в день зарядку. Лучше потом приду и мне чудо. Лекарства дадут, и я здоров. И только мы на это рассчитываем всегда. Мы не хотим закаляться. Мы не хотим заниматься. Мы не хотим изо дня в день укреплять организм. Мы не хотим побеждать плод и плодскую нашу природу. Мы хотим найти чудо человека с чудо-дарами. Чудо-силами, чтобы он за нас помолился. И все чудеснее и чудеснее было в нашей жизни. И мы думаем, что таким образом мы пробедуем Христа. А все это только позорит Христа. Люди смотрят на этих верующих, которые бегают по этим чудо-служениям. А внутри такие же гневливые, такие же истеричные, такие же недовольные, такие же агрессивные, такие же злобливые. Но во имя Господа, во имя Господа, брат. Вот где враг. Он в плоти твоей, в плотской природе. Вот где надо его побеждать. В себе. Но те, кто принадлежит Христу, 24 стих, распяли на кресте свою плотскую природу вместе с ее страстями и желаниями. И раз мы живем Духом, отдадим себя под начало Духа. Он не призывает, объединимся в молитвенной цепочке против колдунов, ворожей, вгадателей. Отдай себя под начало Духа. Побеждай свою собственную плоть. Я, конечно, понимаю, что плоть ближнего намного легче победить. А вот со своей бы. И дальше он поясняет, если у кого-то остались вопросы, он говорит, так не будем. 26 стих. Так не будем тщеславны. Не будем друг друга раздражать. Не будем друг друга завидовать. Это и в нас живет все. Давайте с этим что-то делать. О, бесовщина, бесовщина. Драгоценная. Открываешь наш новостной сайт, ветеринбургский. Мать, новорожденную девочку, полгода держала в колодовке. Вот где бесовщина. И это даже не пришлось на Хеллоуин. Доцент из Питера, который свою студентку сначала с ней сожительствовал, а потом ее расчленил и пытался утопить в воде. Вот где бесовщина. Злоба, с которой мы ежедневно можем сталкиваться в транспорте, в магазинах, в учебных заведениях, в своих собственных семьях. Когда вы живете, как кошка с собакой изо дня в день. Вот где бесовщина. Где вы ищете. В каком, какой Хеллоуин вам мешает. Ну, они же играют в колдунов. Драгоценные. Игра в колдунов с рожками. Она такая же бесполезная, как игра в христианство. Игра в христианство ничего не дает. Игра в колдунов тоже ничего не дает. Глупо. В своей семье, как я еще раз говорю, мы это не делаем. Но видеть в этом дьявола, да что вы. Или вы думаете, колдовство сильнее Божьей силы. Люди играют в христианство, ну, как-то не действует Христос. А люди играют в колдуновку, сразу действуют. Нет. Поэтому, драгоценные, не жалко ли нам потратить свою жизнь, дарованную нам Господом, на борьбу с ветряными мельницами, а? Давайте читать, как написано в Слове Божьем. Я понимаю, что то, что я сегодня говорил, расходится со многими общепринятыми стереотипами. Но реформация, а если мы празднуем День Реформации, важно не просто вспоминать, что там Лютер, Кальвин, Цвингли делали. сегодня, очищать нашу жизнь, очищать лодку нашей церкви от этих суеверий, которыми мы порой так пропитались, то считаем их чуть ли не христианскими учениями. Но это не христианское, это не библейское, это просто пустое, пустое. Это просто отвлекает наше внимание, нашу энергию, нашу силу. Вместо того, чтобы заняться настоящей тьмой, настоящими врагами, которые недалеки от каждого из нас, побеждать в себе раздражение, распред, эту злобу, отдаваться Богу, прощать людей, любить людей, когда они тебя, может, проклинают в ответ. Вот что такое христианство. В молитве небесам и демонам посвящать большую часть своего времени, как некоторые молитвенники, о единении с небесным Отцом, чтобы в конце концов пережить я и Отец одно. И Бог дает свои сюрпризы нам, и Бог дает исцеление. Я рассказывал, как на прошлой неделе, у нас чудесное было свидетельство из одной семьи нашей церкви. Слава Богу! Но это не поставить на поток, это не поставить на конвейер, это делает Бог, как проявление, через кого хочет. Если вы думаете, ну наверняка через пастора 90%, а через остальных 10, да не факт, через всех нас. Вы можете подойти к какому-то вещь, поговорить, и какие-то вещи сказать. А человек потом ушел дома и подумал, это Бог мне что-то показал. Сколько такого бывает? Обычный брат другому брату сказал, и Бог через него действовал. Мы так часто умоляем себя и строим себе идолов, великих проповедников, великих целителей, великих чудотворцев. Вот это антибиблейское. Бог действует через все тело. И там апостол Павел говорит о теле. Через все тело Бог действует. Каждый из нас. Может быть каналом для Божьего сверхъестественного действия. Но упаси вас Бог попытаться строить из себя такого все время. Вы просто превратитесь в это посмешище, которое рано или поздно всегда разоблачается. Всегда разоблачается, драгоценные. Мы верим в Бога. Мы верим в Его силу. Мы тело. И мы открыты перед Ним. И каждая клеточка моего тела соединена с головой. Моим рукам не нужны ноги, чтобы быть посредниками между головой и ими. Каждый имеет связь через сосуды. Так же и мы. Я пастор, но я не посредник никакой. Я просто призван заботиться о церкви. Призывать вас к личным, а не о посредованным. А Бог может через тебя действовать в моей жизни? Да, может. Как и через любого в церкви. Поэтому давайте, драгоценные, будем доверять Писанию. Давайте праздновать реформацию не 16-го, а сегодняшнего времени, очищая нашу, как я верю, библейскую веру от суеверии, язычества и всего, что люди напридумывают во имя Иисуса Христа. Закроем глаза и складим головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня с нами здесь, и я могу ощущать Твое присутствие. И я прошу, мой Бог, все, что я говорю, показывай им, чтобы они не просто слушали от меня, чтобы они лично увидели это в сердце, когда вникают в Твое Слово, когда еще и еще раз перечитывают стихи Священного Писания. Показывай, Господь, говори, Ты любишь каждого из нас, Господь. Очищай нашу веру в Твое Слово от всяких суеверий, от всяких человеческих добавлений, придумок, чтобы, Боже, мы видели Твое Слово, чтобы, воистину, Боже, мы это соотносились с тем, что видим вокруг нас, с нашей жизнью, с нашим духовным опытом, вникали в себя и в учения, и занимались этим регулярно, постоянно, Господь, чтобы, поступая так, быть самим спасенными, и нести спасение, нести благую весть окружающим людям, чтобы, Боже, мы не занимались битвой с воздухом, сражением с пустотой. Благослови, Господь, нас, чтобы мы не колотили воздух, а попадали в цель, побеждали настоящую тьму в нашей плоти, побеждали тьму в наших семьях, побеждали тьму в наших, в нашей церкви, противостоя зависти, агрессии, в себе самом прежде всего, побеждая это внутри себя и наполняясь светом. Ты знаешь, Бог, что я так люблю этих людей, ты знаешь, Бог, что я это сказал только потому, что люблю их, потому что я хочу, чтобы они видели истину, чтобы их не обманывали, ты знаешь, не хочу, чтобы их обманывали всякие шарлатаны, люди, которым выгодно обманывать, выгодно представлять себя не тем, кем они являются. Помоги, Господь, коснись их, Дух Святой, чтобы они пережили это, увидели это в Слове Божьем, в своем сердце, Господь, чтобы нам, нас не обманывали люди, которым выгодно извращать Писание для собственной пользы, которым выгодно вовлекать нас в битву с воздухом, сражением с пустотой, которые направляют нас против мельниц, и мы не видим настоящих врагов, настоящих великанов во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Иисус. Аллилуйя. И мы верим, ты даешь проявление Духа для пользы каждого из нас. К ним мы молимся, Господь, нам не нужны люди, нам не нужны посредники. У нас есть Иисус Христос. И во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Небесному Отцу Божию. Касайся нас, наших знакомых, наших друзей, наших близких, наших родных Твоей исцеляющей силой. Коснись тех, кто в последнее время засуетился, упал духом, пускай проявление веры придет в нем. Воскреснет надежда. Если кто-то, Господь, оказался в запутанной ситуации, пускай чудотворение, действие сил будет, которое поможет выпутаться из этих тесных обстоятельствах. Даруй, Господь, людям развлечение духов, чтобы они могли видеть мошенников и отличать их. Даруй, Господь, когда нам это надо, когда необходимо, чтобы наши сердца были открыты перед Тобой, чтобы наши сердца Божьи были алчущими и жаждущими, чтобы мы искали Тебя. Искали Тебя, Господь, верили. Ты хочешь коснуться нас, проговорить нам, открыть нам, укрепить нас, Господь, и Ты это делаешь тогда, когда хочешь. Мы все под властью единого Бога. И нет ни на небе, ни на земле ни подобного, ни равного, никто, кто может противостать Тебе. И Ты творишь все, что хочешь. Тебе не нужны советники. Ты делаешь все, что хочешь. И осознание Твоего величия, осознание Твоего могущества, осознание того, что весь мир в Твоей руке дарует нам мир, покой, даже во время шторма, даже во время бури, даже во время пандемии мы можем быть спокойны, потому что ничто ни глубина, ни пандемия, ничто, ни ангелы, ничто не разлучит нас Твоей любовью. Если наше сердце открыто, жаждет и ищет, и в любой буре, в любых ситуациях, в любых тесных обстоятельствах мы можем соединяться с Тобой. мы можем ощущать Твою руку и не бояться зла, даже идеодолиной смертной тени, потому что Ты, наш добрый пастырь, Твой жезл и посох успокаивают нас. Ты даешь нам покой, Господь, и Ты даешь нам силу, Духом умерщвлять проявления нашей плотской природы, Духом побеждать эту ненависть и быть любящими, злобу и быть позитивными, негатив, тоску и быть радостными, нервозность, истерику, беспокойство и быть мирными. Даже когда все идет не так, как мы думаем, не так, как мы планировали, не так, как мы хотели бы, но мы знаем, все идет так, как должно, потому что этот мир в Твоих руках. Ты альфа и омега, Ты начал и Ты закончишь, и Ты ведешь нас к весь путь, мы в Твоей руке. Я молю, чтобы мы ни бесам, ни дьяволам, ни демонам, ни хелувинам и Тебе доверяли, в Тебя верили и Тебя искали. Слава-то будет Тебе. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для Вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе поддержать нас с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе поддержать нас. Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн в разделе оплата услуг набрать церковь Новая жизнь города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа. Пожертвование на осуществление уставной деятельности. Большая просьба точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе поддержать нас. Если у вас возникают вопросы о способах пожертвования, вы можете задать их по телефону 8 912 22 333 02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. Продолжение следует...